так все время вышло еще 47 ответов получил хорошо бы 50 чтобы было наверное 49 но все 50 надеюсь все кто хотел отправили даже лишнику получил становитесь так сейчас секунду сейчас я вам разошлю результаты на почту все результаты послал давайте перейдем собственно содержательной части окей так сегодня мы будем говорить про сегодня будем говорить про элю разложения в основном связанные с ним сложности хитрости и прочее но это такой базовый инструмент в решении линейных систем в каком-то смысле более общий чем более распространенный чем гауссовое исключение ну или просто можно рассмотреть как эквивалент гауссовое исключение давайте разберемся как она устроена как какие матрицы там возникают и так есть проблема с проверкой давайте проблемы с проверкой мы после семинара обсудим возможно видимо массовая проблема а окей слетел ответ форме давайте по-быстрому к на какой вопрос видимо про где было несколько вариантов ответа где 4 галочки 4 checkbox и там видимо всех не засчитался checkbox который не поставили а я понял окей ну тогда будем исходить грейдить из четырех баллов без этого вопроса страшно видимо да где-то баг может быть кто-то обновил вопрос во время теста и он слетел окей да не волнуйтесь будем грейдить из четырех баллов окей так продолжаем что-то я говорил она я говорил давайте поду вспомним какие матрицы возникают в или у разложения и как они связаны с гауссовым исключением значит напомню что или у разложения как строится у нас есть матрица а мы хотим домножить на некоторую матрицу назовем из это один слева так чтобы этого мотивация гауссов исключения так чтобы в матрице а занулился первый столбец за исключением левого верхнего элемента то есть вот матрица давайте представим виде там 11 тут какие-то звездочки ну и тут такая большая звезда пока нам не очень важно вот на какую матрицу надо множить слева матрицу а чтобы получить вот такую матрицу где первая строка не изменилась стоят нули под первым элементом ну а тут какая-то новая звездочка возможно тоже изменившиеся кто понимает как выглядит матрица это один неплохо да но все таки аж аж годится действительно как вы говорили на лекции можно приводить к треугольному виду действительно с помощью преобразования хаусхолдера вот и даже наверное систему можно так решать но вот в случае или у разложения или в случае вот случае гауссовое исключение вспомните гауссовое исключение было у вас наверняка был на линейке ну да давайте вот матрицу z1 установим нам нужно мы хотим занулить первый столбец просто вычтя первую строку из всех остальных строк чтобы вычесть ну считаем что элемента один один не равен нулю чтобы вычесть первую строку всех остальных нам надо умножить на матрицу специального вида значит напомню что если вы умножаете матрицу на слева на какую-то матрицу то матрица z1 и ее строки содержит линейные комбинации с которыми будут взять взять взяты строки матрицы а в результате то есть если мы хотим взять чтобы первая строка осталась на месте матрица как вот нас правой написали то мы в матриц z1 берем первую строку без изменений ну то есть как строку единичной матрицы тогда после умножения на матрицу а первая строка останется без изменений там будет 1112 и так далее вот дальше вторую строку нам мы хотим чтобы из второй строки вышлась первое умноженное на какое число поэтому мы вторую строку берем с коэффициентом 1 а первую строку берем с каким-то коэффициентом звездочка вот это коэффициент звездочка будет выбираться так чтобы да действительно как мы не пишут коэффициент звездочка будет выбираться так чтобы в результате занулился второй элемент первого столбца ну то есть вот в этом в этой строке будет находиться первая строка вторая строка матрицы а нумерация с единицы то вторая строка матрицы а минус звездочка на первую строку матрицы а ну и так далее да то есть тут бы действительно диагональная матрица как мне правильно подсказывают и первый столбец заполнен специальным образом выбранными элементами так чтобы занубился первый столбец после применения этого преобразования вот эта матрица задать ну дальше мы повторяем все то же самое для под матрицы размеры минус 1 минус 1 ну да не забывайте что матрица у нас квадратная матрица матрица за это очень тут все матрицы квадратный тут особо следить за этим не надо поэтому остается следующая матрица размера на единичку меньшего и мы к ней применяем то же самое преобразование в итоге у нас получается так как неправильно напомнили действительно очень похоже на построение q разложения с помощью хаусхолдеров но тут чуть другие матрицы их тоже сколько штук их минус 1 штука вот и получается верхняя треугольная матрица у в результате значит точно так же ну точнее с хаусхолдером там был совсем простых вправо перенести помните да там так хаусхолдер он и унитарный и не просто он и унитарный и эрмитов то там вообще переносить его вправо никакого труда не составляла вот здесь чуть-чуть придется напрячь чтобы перевести эти матрицы z вправо понятно что можем написать что а равно за это один минус 1 до за это минус 1 минус 1 на у но мы же стремимся к или у разложения да насколько насколько я помню мы хотим чтобы а представилась в виде а равно l на у где l это нижняя треугольная у это верхняя треугольная причем у л на диагонали стоят единички это нужно для того чтобы это разложение было единственно там интересующих наш нас случаях значит мы получили вот такое представление и можем конечно можем обозвать вот эту матрицу это один за это минус 1 обозвать и l и значит действительно это будет нижняя треугольная матрица с единицами на диагонали да напомню что множество всех нижней треугольных матриц она образует образует так называемое кольцо то есть если вы перемножаете или складываете у вас вы остаетесь в этом самом множестве причем если у вас матрицы были с единичками на диагонали нижняя треугольная с единичками на диагонали то и после взятия обратных после умножения все равно останется матрица единичками на диагонали этом несложно проверить поэтому действительно эта матрица l она походит подходит по формату но она не подходит но смысле она непонятно как ее вычислить сходу не ясно как вычислить матрицу нам хочется иметь или у разложения чтобы дальше например решать систему да если у вас есть или у разложения напомню вы можете решать систему или на x равным b ну каким образом сначала например решить систему или грек равно б на потом и у x равно y каждая система с верхней треугольной или с нижней треугольной матрицы она решается за вот n в квадрате то есть вообще мизер по сравнению с от n в клубе которая требуется для построения или у разложения в части вы можете много систем с одинаковые матрицы с разными правыми частями иногда нужно в таком случае очень удобно иметь такое такое разложение которое позволяет много раз заводом в квадрате решать новые системы так вот нам нужно матрицу l предъявить явном виде не очень очевидно как ее извлечь из вот этих матриц z но на самом деле матрицы z они в каком-то смысле замечательные в каком именно смысле они замечательные их очень легко обращать и очень легко перемножать сейчас расскажу почему может кто-то уже понимает давайте сделаем новую страничку вот смотрите например представим что у нас есть такая матрица частный случай такой матрицы z единички на диагонали я их в блочном виде выпишу да то есть тут 1 n минус 1 1 1 вот вот здесь вот какой столбец а а здесь нулевая строка кто понимает какая матрица обратно вот к такой матрица такой к такой блочный плочной нижней треугольной матрицы уже говорили что это тоже будет нижней треугольной матрицы на лекции говорил ну отлично хорошо доказать особо то и не нужно тут можно понять что матрица обратима значит обратное определяется единственным образом потом проверить что действительно так и получится понятно что там с первой строкой все понятно с элементом с индексами 22 тоже все понятно ну а здесь будет смотрите а умножится на единичку и и умножится на минус а получится минус а получится 0 получается единичная матрица там нужного размера вот поэтому прощать матрицы z и вообще говоря если у вас была бы матрица у такого типа единички единички а здесь звездочки такая матрица z это было бы то вот обращать ее тоже очень просто. Абсолютно аналогично доказывается, что остается матрица с единичками на диагонали, а под диагональю будет минус звездочка. Вот. Так что обращать мы такие матрицы умеем. Вполне успешно. Давайте подумаем про то, как их перемножать. Про перемножать тут чуть-чуть интереснее, потому что перемножать мы умеем... В общем случае мы тогда берем все единичные. А, у нас же там специально виденые западницы. Ну да, вот мы говорим сейчас про матрицы, у которых они совпадают с единичной, за исключением одного столбца, где под главной диагональю есть какие-то элементы. Класс таких матриц, он легко очень обращается. Более того, мы умеем их даже перемножать. Так, сейчас. На предыдущую страничку. Но перемножать нам удобно их именно в таком порядке, в котором они вот здесь записаны справа. Видите, вот тут вот. А сейчас покажу, почему. Вот, например. Например, матрицу Zn-2 мы хотим умножить на Zn-1. Как это выглядит? Ну, в минус первый, да? Ну, понятно, что мы уже увидели, что обращение такой матрицы, оно ее вид не меняет совершенно. Меняет просто где-то знаки. Вот. Как выглядит Zn-2? Это что такое? Это матрица, которая вычитает, которая вот тут вот минус звездочки находится, в третьем с конца столбце. Zn-1 у нее находятся звездочки во втором, в предпоследнем столбце у нее минус звездочка. Вот. Но мы уже видели, как матрица вида Zn-2 влияет на стоящую справа от нее. Помните, мы же... Zn-2 матрица, она возникла не просто так, а как матрица вычитания третьей строки с конца из предпоследней и последней строк. То есть она действует на стоящую от нее справа матрицу. Как? Она берет третью с конца строку, вот эту вот, и вычитает, ну, в данном случае так как минус звездочки, можно считать, что она вычитает ее из из вот этой вот, из предпоследней и последней. Мы это вот видели на... Когда матрицу А преобразовывали кверху треугольному виду, мы видели, мы, собственно, так и изготавливали матрицы Z, чтобы они именно так и действовали. Поэтому матрица Zn-2 в минус первую будет действовать на... на матрицу Zn-1 в минус первую как? То есть она... вычитает строку, в которой одна единичка, остальные нули. То есть она, по сути, изменит только столбец. Только вот этот, третий с конца столбец будет менять. Ну и менять она будет очень понятным образом. Она просто вот эти минус звездочки припишет... припишет под главной диагональю. Да? То есть когда мы читаем строку, в которой одна единичка, то понятно, как это работает. Ну, можете проверить и это... можете проверить это руками, что оно так работает. Вот. Вроде так. Давайте сейчас еще раз вспомним. Ну да. Да, то есть вот что здесь надо понимать, как работает матрица Z, настоящую справа от нее матрицу. Как действует? Вычитает соответствующую строку с соответствующими коэффициентами, а здесь вычитать очень просто. Итого, мораль какая? Что вот эти элементы просто переезжают на такие же позиции в другой матрице. Поэтому, когда мы будем смотреть полное произведение всех матриц, то мы получим матрицу понятного вида. Мы получим просто все элементы, которые когда-либо возникали на этапах гауссового исключения при формировании этих матриц Z, со знаком минус просто расположатся под главной диагональю. То есть матрица L будет формироваться вот так. Это нам намекает на то, как, например, при вычислениях как писать программу, которая это будет считать. То есть нам не надо отдельный матриц Z, конечно, заводить. Мы можем сразу в правильные места матрицы L записывать правильные элементы. То есть делаем гауссовое исключение и коэффициент, с которым мы вычитали строку, сразу записываем в нужный элемент матрицы L. Тут есть еще один хак, на самом деле, близкий, именно вычислительный. Обратите внимание, что в матрицах L и U суммарность степеней свободы, то есть элементов, которые можно выбирать произвольно, N в квадрате. Столько же, сколько элементов матрицы A. Это, конечно, не случайно, но вот можно пронаблюдать, что это так. И есть такой чисто вычислительный хак, которым пользуются, кстати, программы типа старые, знаете, форстрановские LAPAC, ну, в общем, такие старые пакеты программ, которые на основании, которые еще на фортране были написаны, потом на C переписаны, которых вызывает, которые из NumPy, в частности, дергаются. Например, есть такой, наверное, NumPyLenalc LU. Вот он где-то внутри дергает некий код, который когда-то был написан на фортране, возможно, сейчас переписан на C, но у которых всех стандартный интерфейс. В частности, есть такой набор стандартных программ, называется LAPAC. Там есть, в частности, LU разложения, ну, и какие-то еще такие базовые, достаточно примитивы. Так вот, я к чему все это веду, что вот для экономии памяти древние наши форстрановские предки придумали так сделать. Вы им передаете матрицу А, матрицу А, и они прямо ее портят и записывают элементы матрицы L под главной диагональю, а элементы матрицы U над главной диагональю как раз-таки все помещается, замечательно, вот эти единички нигде не пишутся, вот, а вам, собственно, ответ возвращается на месте матрица вот такое вот построенное LU разложение. Ну, и потом там вы можете его как-то расковырять или в таком же виде куда-то еще можно его передавать. То есть там есть другие функции, которые принимают LU разложение вот в таком виде ожидают. Ну, такая вот мини-хак. Как это можно хранить? Вот. Сейчас мы будем смотреть пример построения через эти матрицы Z, построение LU разложения на какой-то простой матрице. по общей процедуре можно пока что-нибудь спросить. Прежде чем перешли к конкретному примеру, можно подождать, пока мы разберем конкретный пример. Давайте разберем пример. Значит, матрицу A я специально придумал, чтобы все там было хорошо. А, непонятно, чем LU круче Гаусс. Знаете, LU и Гаусс это более-менее одно и то же. То есть это с разных точек зрения взгляд на одно и то же. Просто Гаусс в классическом понимании он просто говорит, как получить там верхнюю треугольную матрицу и как бы не конкретизирует не конкретизирует сохраняем ли мы, например, коэффициенты, с которыми там что-то вычитали. То есть мы просто результат алгоритма Гаусса это верхняя треугольная матрица и если там опять же рядом стоит у вас правая часть и вы применяете такие же преобразования к правой части, то вы можете с помощью алгоритма Гаусса там, понятное дело, прямой ход обратный решить систему. LU-разложение позволяет вам не просто решить систему, а решать, например, много систем с разными правыми частями, но с одинаковой матрицей. То есть можно рассматривать LU как такое некоторое расширение алгоритма Гаусса, которое еще запоминает что за преобразования делались и позволяет вам за счет этого получить разложение, которое можно использовать для вращения матрицы, в частности, для решения многих систем, как я уже сказал, еще для чего-то. То есть это такой чуть более широко применимый механизм. Что будет, если мы на вход к LU-разложению подадим обратимую матрицу случайно? Необратимую, вырождено. Ну, да, необратимую. Что будет? Ну, насколько я помню, я как-то такое делал, и оно даже считалось, оно даже что-то считало. То есть насколько я помню, в требованиях к этому алгоритму требуется, чтобы матрица была обратима, если вы даете необратимую, то он может либо в лучшем случае он ругнется, скажет у меня сингул, что-то там error какой-то, чтобы у меня дали обратимую сингулярную матрицу, в смысле необратимую, вырожденную, либо он не ругнется, но может насчитать какую-нибудь жуткую ошибку, может что-нибудь насчитать. Зависит от реализации, от того, как именно она вырождена, но не стоит так делать. То есть есть вероятность, что если там пивотинг, о котором мы дальше будем говорить, хорошо сработает, то может быть даже он и не сломается. Надо смотреть. Давайте я сейчас скажу, что классическая Илю не ожидает такого, как алгоритмы, как конкретно реализация на это будет реагировать, надо смотреть документацию. Давайте я посмотрю после семинара и ему напишу где-нибудь в чате или в канале, как оно себя ведет. Сейчас точно не скажу, как стандартные реализации себя ведут, не помню. Возможно, действительно, оно насчитает L будет со всеми единицами, а в... Ну смотрите, у вас же алгоритм на машине работает, то есть у вас есть ошибки округления, то есть реально у вас не бывает выраженных матриц в компьютере, у вас бывают матрицы с очень маленькими, младшими, сингулярными числами. А в случае таких матриц возможно... Возможно... Очень сложно сказать, нулей там, конечно, не будет, там будут какие-то маленькие числа, порядка 10 минус 16, если вы в даблах считаете. В общем, давайте я уточню после семинара. Вопрос хороший. Ну, практически хороший, да, потому что бывают матрицы близкие к вырожденным, бывают матрицы округленные из вырожденных. Так что я посмотрю. Давайте-ка продолжим пока. Я вам дам сейчас невырожденную матрицу, пока можете поэтому не волноваться. Значит, невырожденная матрица. У нее записать. Да, давайте вот так вот. Проверяйте, что я нигде здесь не облажался. Так, смотрите, матрица такая. Давайте придумаем, на какую матрицу Z1 нам надо ее умножить, чтобы сделать первый шаг исключения нашего Гаусса. В первом столбце минус 2 и 1. Да, в первом столбце минус 2 и 1. Дальше у нас единичная матрица. Действительно, получится, что первая строка вычитается из всех остальных с нужными коэффициентами. Тут будет 0, 4, минус 1. Кажется так. А, нет, я вот хотел как раз-таки ее нарисовать. Эту штуку я хотел нарисовать чуть-чуть все сдвигом. Да, потому что я хочу сейчас еще на одну матрицу умножить. Так, давайте следующую матрицу, чтобы второй шаг исключения сделать. Во втором столбце минус 2. Конечно, да. Хорошо. Значит, на такую матрицу умножаем. Все верно. Да, я вот так же считаю. Значит, возможно, я не ошибся. 0, 1, да. Окей, да, получилось матрица U. Смотрите, была матрица A и матрица Z1 и Z2. Давайте из матрицы Z1 и Z2 соберем матрицу L. Значит, матрица L это Z1-1 на Z2-1. Вот смотрите, Z1-1, помните, да, там просто надо знаки инвертировать под диагональю. В Z2 то же самое. После того, инвертировали, перемножать тоже просто, мы выписываем собственно эти числа все подряд, то есть такое объединение этих столбцов делаем. Вот это матрица L. Можно проверить, что L на U дают исходную матрицу A. Что-нибудь такое связанное с вот этими матрицами Z. Спросим. Ну, считать не будем просить на следующем тесте, но что-нибудь спросим про идейную сложность того, что происходит. Смотрите, сложность, если бы мы как-то в тупую пытались эти матрицы обращать, перемножать, то сложность была бы безумная. На самом деле здесь сложность именно вычисления матрицы L есть от N в квадрате. Она даже неглиджи была, пренебрежим малая по сравнению с вот этими первыми этапами, которые мы здесь делали. потому что этапы Гауссового исключения требуют от N в кубе вычислений, потому что нам надо N в квадрате элементов исключить, ну, примерно, в квадрате пополам. Каждое исключение требует вычесть с одной строки другую, поэтому получается от N в кубе. А вот сами коэффициенты, с которыми мы производим эти вычитания, естественно, самых вычислений не требуют особого затрата, и все это сводится к от N в квадрате. Ну, так звучит круто, что мы там N-матриц обратили, перемножили, и все за от N в квадрате. Ну, матриц специфичный, конечно. Окей. Окей, окей, окей. Так, давайте посмотрим, какие проблемы бывают при построении или разложении, какие проблемы могут возникать. Они, конечно, могут возникать, если ничего не предпринимать. И будут возникать у вас, если ничего не предпринимать для победы над ошибками округления. Сейчас мы придумаем матрицу. придумаем матрицу вот такую. Три единички и в левом верхнем углу стоит число это. А, так, мне вопрос задали, я пропустил. OATN в квадрате, если знаем Z. Ну да, если вот вычислили все, ну, собственно, вычисление всех Z суммарно тоже требует OATN в квадрате. Это можно сказать так, что вообще все поддержание матрицы L и все информация о матрице L, оно нас требует OATN в квадрате. Ну, понятно, да, это неформальное утверждение, имеется в виду, что, нет, смотрите, именно, что вычисления, связанные с матрицей U, ну, вот эти вот преобразования, сначала матрица A, потом там матрица A1 и так далее, вот те вычисления, которые в конце концов приведут Q, они как бы требуют OATN в кубе. А то, что все, что связано с матрицами Z и с матрицей L в конечном итоге, они требуют OATN в квадрате. Понятно, что суммарное все вычисление требует OATN в кубе, просто вот я так расщепил на два относительно независимых этапа и вот один из них гораздо более простой, чем другой, несмотря на то, что выглядит более громоздким при теоретическом анализе. Вот это я имел в виду. Естественно, все вычисления мы быстрее, чем ZAWTN в кубе не можем проделать. Окей, что такое это? Это, это будет не люблю эту букву, неудобно, про нее говорить. Давайте считать, что это эпсилон машин пополам. Про машин на эпсилон мы уже говорили, да, это число, которое участвует в основной аксиоме машины арифметики, арифметики с плавающей точкой. Ну, а вот это, это половинка этого машинного эпсилона. Вот такую матрицу мы хотим, к ней применители у разложения. давайте применять. Подсказывайте, как выглядит матрица Z1. получается минус 1 делить на это? Минус 1 делить на это. Все верно, да. Но в остальном единичная матрица. данный. Окей. Значит, что получается? Первая строка не меняется. Этот элемент зануляется. А вот что получается в... Справа получается минус 1. Это плюс 1. Вот. Но смотрите, когда мы будем на компьютере считать эту штуку, вот эту штуку. На самом деле у нас будет беда. Почему у нас будет беда? Давайте посмотрим. Я утверждаю, что может так оказаться, может так оказаться, что при округлении этого выражения, при вычислении округленном этого выражения у нас получится, может получиться число минус 1 на это. Ну, может получиться, то есть это не противоречит аксиемашинной арифметике, поэтому мы должны в нашем анализе предполагать худшее. Вот я считаю, что если не худшее, то довольно плохой исход, когда получится вот такой вариант. Нужно проверить, что, значит, я вас не обманул, действительно такой вариант возможен. Давайте проверим. для этого нам доказать, что минус 1 на это есть исходное число, которое правильно посчитано, умножить на 1 плюс какой-то эпсилон. Вот. Надо правильно выбрать эпсилон. Ну, давайте соображать. Значит, сейчас эпсилон мы придумаем. Можем прямо его вычислить. Давайте эту штуку обзовем как-нибудь альфа и альфа выразим. Минус 1 на это равно это на это минус 1 на альфа. Эти ребята сокращаются. Остается, что альфа альфа равно как-то просто слишком получилось, подозрительно. Возможно, где-то налажал, поэтому рекомендую вам посмотреть. Альфа вот такое получилось. Ну, да. Еще раз. Альфа может на это минус 1 равно минус 1. Нам надо минус 1. конечно. Да, да. Да, да, да. Вот я так и знал, что забыл. Да, спасибо, все верно. Если вспомнить, что это сумма геометрической прогрессии бесконечной, то будет наверное как-то так на бесконечности. Вот, я здесь хотел вынести эту за скобки, а тут написать тут такая же последовательность, да. Вот, и получается 1 плюс это на 1 минус 1. Вот, все, спасибо, точно. Я знал, что вы меня не подведете. Вот, а эта штука, вот, да, да, да. Альфа вот в таком виде представлена, но обратите внимание, что это, конечно же, не больше, чем 1 плюс 2 это, да, потому что, ну, тут число какое-то, которое чуть больше единицы, но на самом деле не сильно, но больше. Понятно, что всегда в любой разумной машине арифметики это у нас эпсилон машины, это там типа 10 в минус 16, это еще в два раза меньше, и поэтому, в общем, такая оценка, конечно же, очень грубая, но, конечно, верная. Вот, а это у нас равно, блин, плохая буква для русского языка, ну ладно. В общем, получившееся выражение равно 1 плюс эпсилон машин, то есть мы доказали, действительно, что вот такой вариант возможен, такой вариант округления возможен, он не противоречит эксилон машинной арифметике, поэтому такое может быть, мы на такое должны рассчитывать. Давайте представим, что у нас так и получилось. Если говорить более практично, то, конечно же, так очень легко могло получиться, если вот это число, это какая-нибудь степень двойки маленькая, то на самом деле здесь вот будет точное равенство. Вот в этом квадрате, прямоугольнике будет прям точное равенство. Если вы посмотрите, как работает архиментическая сплавочная точка, там сначала происходит выравнивание разрядов, то есть если у вас складывается там единичка или вычитается и один на это, то есть тоже единичка, но умноженная не на один, а на там два в степени n, то у вас сначала происходит выравнивание разрядной сетки, то есть вот эта штука она превращается в один все нули, а это начинает сдвигаться наоборот, единичка начинает сдвигаться, простите, единичка единичка сдвигается так, чтобы степень выравнилась. получается вот такая вещь на два в степени n, но так как вот эта единичка за разрядную сетку выбежала, она исчезает, поэтому получается, что вы из нуля вы читаете то, что у вас там было и понятно, что вы получаете собственно то, что и было, минус один на это. То есть это прям реалистичный исход, он не противоречит таксиому машины арифметики, а в компьютере он скорее всего так и будет выглядеть, можете, кстати, проверить, если вам не скучно. где-нибудь даже в питоне можно проверить, взяв в качестве этой, там, два в какой-нибудь минус 53, наверное, уже будет достаточно, может 54. Вот. В общем, к чему я все это веду? Что в компьютере у вас получится, вполне может получиться, вполне вероятно, получится вот такая матрица в качестве матрицы U с волной. Вот эта истинная матрица U, эта матрица U с волной у вас получится. не потерялись пока? Вот. Итого, мы получили разложение. Да, давайте. Как нам то, что вот мы доказали, ну вот мы сказали, что когда мы эпсилон находили, как нам это показывает, что мы получим округление такое? Вот зачем вот это рассуждение было? Да, да. Да, зачем это было рассуждение? Вот вместе вот с этим его надо рассматривать, вот этим кусочком. Я хотел показать, что существует такое эпсилон, ну или там существует такое альфа, который имеет вид, который отличается от единицы не больше, чем на эпсилон машин, такое, что в результате округления, округление вот в этой функции float, она вам возвращает свой аргумент умножить на что-то не сильно отличающее от единицы. И вот я показал, что можно подобрать такое число, не сильно отличающее от единицы, что в результате умножения получится как раз-таки минус 1 на n. Вот. И да, вот что я хотел сказать. А поэтому можно рассчитывать, что в каком-то компьютере может произойти такое округление. Значит, что вы можете получить такую матрицу с волной. Это если с абстрактной точки зрения. С конкретной точки зрения было вот вот это вот рассуждение про то, что в реальном компьютере скорее всего вы получите прям точное равенство всегда, работая с числом это, которое является степенью двойки. Большой отрицательной степенью двойки. Вот. И нас ждут какие-то неприятные последствия именно потому, что это минус 1 на это? Нас ждут неприятные последствия, потому что это очень большое число. А если к очень большому числу прибавлять маленькое число, то маленькое число потеряется. А если оно потеряется, вот мы сейчас увидим, что будет, если обратно умножить l с волной на u с волной. Если мы даже l с волной вот это вот, ну вот это почти l, это z1, l значит нужно взять с плюсом, это 1 на это. Вот если мы с волной напишем, как мы его получили после округления, то, значит, что здесь получится? Здесь получится почти все правильно получится, за исключением одного элемента. А именно вот здесь получится 0. Вот я напомню, что матрица А равнялась тому же самому, только тут была единичка, а не 0. Поэтому вы при таком вычислении потеряете в точности модуль разности это будет 0, 0, 0 и единица. То есть вы при вычислении для матрицы, у которой все элементы не превосходят единицу по модулю, получили ошибку порядка единицы. Ну, то есть, по сути, полный провал. Все плохо, все потеряно. Связано с тем, что 1 на это очень большое число, и оно потеряло вот эту единичку. Если бы она эту единичку не потеряла, то здесь получился бы не 0, а единица. То есть проблема возникла как раз таки из-за того, что мы получили в какой-то момент огромные числа, а огромные числа в компьютере склонны поглощать маленькие числа. Чтобы не получать огромные числа, предлагается делать очень простую вещь. Давайте мы строки переставим перед тем, как вычитать из текущей строки все остальные, все ниже лежащие. Давайте строки переставим. Ее называется пивотинг. пивот это типа опорный элемент. Ближайший русский перевод. Здесь заключается в том, что вы смотрите, вот вы сейчас работаете с вашей матрицей, уже что-то попреобразовывали, смотрите на вот эту подматрицу, ищите в столбце, не просто начинаете вычитать из всех строк вот эту вот итую, а ищите сначала в итом столбце элемент максимальный по модулю и переставляете эти строки. Пусть вот этот например был максимальный по модулю элемент в этом столбце значит, что это значит? И ты столбец, argmax, а и ты столбец это плохо, да? Ну, и pk больше либо равно и. И вот, вы эти два элемента свапаете, точнее, свапаете все строки, эти вот все две строки, меняете местами вот и продолжаете свое вычисление. То есть, если говорить о нашей записи через Z, то вы берете сначала какую-то перестановку, применяете к матрице A, меняете первую строку с какой-то еще, потом применяете уже вычитание, строите матрицу это один, снова то же самое повторяете к матрице A2, которая получилась после первой вот этого преобразования, тоже переставляете строки, снова применяете вычитание строк и так далее. У вас уже получается такой вдвое больше здесь матрицы и приходите к матрице Q. Вот такая последовательность действий. что будет для нашей матрицы многострадальной, которой мы сейчас применили неудачное лю разложение, если применить пивотинг? С ней будет все хорошо. Смотрите, мы переставим сначала строки, а потом что сделаем? Домножим на матрицу, как вы уже помните, на матрицу минус это 1 и получим 0, наверное, 1, что там будет? 1 минус это, наверное. Ну, кстати, при округлении вполне можно ожидать, что вместо 1 минус это здесь будет единичка. В любом случае что-то близко к единичке. Поэтому вот эта матрица U, это матрица U точная, а матрица U возмущенная, например, может быть, может равняться вот такой вот матрице, к примеру. Ну, вообще все матрицы U возмущенные, они более-менее в таком диапазоне, понятное дело. И поэтому если вы возьмете на этот раз L с волной, ну, или просто L, давайте считать, что вот L не изменил. L мы, например, точно смогли вычислить. Это, кстати, похоже на правду, потому что если мы знали, что у нас единички, предположим, что L мы точно смогли вычислить. Не строгое допущение, но предположим, если L вот так выглядит, то L на U с волной у нас будет L на U с волной. тут уже не будет ничего страшного, здесь будет 1, 1, это и 1 плюс это. То есть ошибка порядка, как раз таки порядка Epsilon машин, то есть ошибка нормальная. То есть pivoting в данном случае все спасает нас. Нас спасает в данном случае. Но надо понимать, что L U это уже разложение для переставленных строк матрицы A, то есть это какая-то P на A. Мы P на A приблизили с помощью вот такого L U разложения. Если мы хотим получить разложение для исходной матрицы, то его надо будет записать в виде A равно P L плюс разложения получается. P отвечает за перестановку строк, а L U это как и раньше нижняя треугольная с единичками и верхняя треугольная матрица. А P не выносится отдельно. Отличный вопрос. Хорошо, что спросили. Как раз я собирался про это рассказывать. Действительно не очевидно из вот этой записи, что можно к такому виду преобразовать. Однако оказывается, что можно. Вот если мы для начала перенесем все вправо в каком они там будут порядки. P1 минус 1 Z1 минус 1 и так далее. PN минус 1 минус 1 ZN минус 1 минус 1 оказывается, что матрицы P можно тащить влево. Сколько я помню. Да, смотрите, матрицы P можно тащить влево, то есть есть такой общий результат, что ZIT минус 1 умножить на P JT минус 1 можно поменять местами, но Z с крышкой появится, то есть они не совсем коммутируют, но довольно понятно, как получить из Z Z с крышкой. А именно Z с крышкой вот в этой матрице это та же самая Z без крышки ZIT минус 1 только у нее вот эти под диагональные элементы помните, которые у нас минус звездочки вот эти они переставляются в соответствии с перестановкой PJ в минус 1 вот, то есть если я здесь напишу эти минус звездочки то несложно проверить, что если мы захотим перебросить PJ в минус 1 влево ну смотрите, когда мы справа умножаем на какую-то перестановку причем помните, что G у нас при всех этих перебрасываниях больше, чем I то есть вот именно мы можем перебросить перестановку с большим индексом влево, если у нее ну именно с большим индексом влево дело в том, что перестановка с большим индексом она переставляет последние несколько столбцов а если вот смотрите вот если вот это PJ переставляет последние несколько столбцов то она переставляет какую-то единичную матрицу, столбцы единичной матрицы. А на звездочки никак не влияет. Правильно? А если мы перебрасываем ее влево, то она начинает влиять на звездочки. Поэтому, чтобы все вернулось на круги своя, нам нужно перед этим звездочки так подготовить, что после того, как умножение на матрицу Pg минус 1 слева их переставило, они как бы вернулись к второму варианту. Ну, мы просто можем, видимо, еще домножить на Pg слева. Тогда получим, что мы сначала переставим строки, а потом как-то столбцы, видимо. А, ну да, наверное, так. Можно так, да. Если вы хотите получить такое равенство, вычислить, то есть z с крышкой минус 1, то действительно, да, наверное, вы правы. Можно прямо это попробовать записать в таком виде. Ну, вот мораль в том, что на самом деле z с крышкой минус 1, она тоже будет иметь вид, вот наш стандартный вид, z вид, с которым мы привыкли работать. Действительно, если вот это вычисление проделать, то окажется, что на диагонали по-прежнему будут единички, а под диагональю, причем тоже под item столбцом… Но у нас еще при этом же Pg-t унитарная, кажется. Да, Pg-t унитарная, как любая матрица перестановки, поэтому как раз-таки вот эти вот элементы, которые единичные матрицы, которые переставились сначала одним образом, они потом обратно вернутся на место после второй перестановки. Ну, короче, вот можно проверить, сейчас не хочется углубляться, что если так перебрасывать матрицу Pg-1, то это все сводится к тому, чтобы в матрице Z переставить вот эти минус-звездочки в соответствии с перестановкой P. То есть это те же самые звездочки, просто переставленные в соответствии с перестановкой P. Можно на досуге убедиться в точке, как они переставляются, то есть в соответствии с самой перестановкой, то есть в соответствии с обратной, но эта матрица все равно того же типа и ровно с звездочками в том же самом столбце. И даже там те же самые звездочки, просто переставленные. Поэтому в итоге мы можем все это поперетаскивать. Так, а я забыл, кстати, здесь матрицу U написать. Поэтому в итоге мы можем все поперетаскивать вот эти вот P. То есть Z остается, ну, правда, с крышками. Если мы их так поперетаскиваем, то у нас вот останется эта матрица L, матрица P, ну, а матрица U все, с ней все хорошо всегда было. Такие дела. Ну, еще опять же надо помнить, что матрицы P перестановки, они, конечно, не абы какие перестановки, а очень простые. Это перестановка двух строк, двух элементов всего. То есть матрица P, она… Вычисление с матрицей MP производится так же просто, как и вычисление с матрицами Z. Даже еще проще. Там обычно даже можно обойтись какой-нибудь перебрасыванием указателей каких-нибудь. Не надо даже что-то вручную переставлять, потому что можно просто два указателя поменять местами, а работать дальше. Ну, это уже деталь реализации. А вот формально, да, у нас получается PLU разложение, если мы хотим пивотинг применить. Таким образом, для нашей матрицы мы полечили проблему, но я вам сейчас придумаю матрицу, не стану придумать, конечно. Выпишу матрицу, для которой пивотинг не поможет. Оказывается, бывают такие. Значит, смотрите, это единичная матрица. Взята единичная матрица. Вся нижняя треугольная часть под главной диагональ добита минус единицами полностью, то есть, она такая плотная. И последний столбец состоит из единиц. Представим, что мы к нему, к этой матрице применяем, применяем или у разложения, считаем, для нее, но даже с пивотингом. Понимаете, что на первом шаге никакой пивотинг не нужен, у нас все элементы одного имеют один тот же модуль, поэтому мы ничего не переставляем. Мы просто перебавляем первую строку к всем остальным. Вот тут нули. Вообще, в верхней треугольной части почти везде нули, кроме последнего столбца. Значит, первая строка не меняется. Первый столбец зануляется. Тут все остается, как было. Единственное, в последнем столбце получаются двойки вместо единички. Да? Значит, слезим дальше. Вот за этой матрицей. Здесь пивотинг опять не нужен. У нас элементы так максимально по модулю. Делаем то же самое. На этот раз у нас получается уже не двойка, а уже четверки получаются. На главной диагонали, в смысле, в последнем столбце стоят четверки. Почти везде, кроме первых двух элементов. Ну, вы поняли, я думаю, идею. Пивотинг здесь никогда ничего не будет переставлять, поэтому он нам не поможет. Тут, что с пивотингом, что без пивотинга, ответ один и тот же. А именно, в результате у нас получится матрица U, которая будет выглядеть так. У нее последний столбец будет содержать все степени двойки вплоть до 2 в степени минус 1. То есть у нас получается экспоненциальный рост элементов матрицы U. И вообще это такой, на самом деле, экстремальный рост в том смысле, что если вы применяете пивотинг, он называется вообще говоря partial, частичный пивотинг, потому что мы сейчас будем говорить о полном пивотинге. То, о чем мы сейчас до сих пор говорили, называется partial пивотинг. Если вы применяете partial пивотинг, то у вас вообще элементы матрицы U не могут вырасти по сравнению с элементами матрицы A. Напомню, чебушевская норма – это максимальный модуль элемента матрицы. Так вот, они не могут вырасти больше, чем на 2 в степени минус 1. Поэтому данный пример, он вообще говоря, такой экстремальный, он доказывает, что эта граница достижима, верхняя оценка. Это очень результант очень плохой, потому что даже при разумных размерах матриц, там, тысячу на тысячу, у вас получится элемент, который даже, наверное, в дабл не влезет, там, будет просто оверфлоу. Вот. Что весьма печально. Но это экстремальный пример, на практике их не встречаются никогда практически, поэтому даже стандартные программы, они никогда не пытаются сделать что-то лучше. Кстати, как можно было бы сделать лучше? Лучше можно сделать с помощью Full Pivoting. Это Partial Pivoting. Так работает. А есть, значит, лечение от этого, от того, что мы здесь пронаблюдали. Называется Full Pivoting. Значит, Full Pivoting работает как? Он берет, не выбирает ни максимальный элемент в столбце, а максимальный элемент вообще во всей матрице оставшейся. То есть он вот сейчас работает над вот этой подматрицей, и он вот вместо первого элемента поставит вообще максимальный элемент во всей оставшейся подматрице. Для этого он переставит какие-то две строки и какие-то два столбца. И у вас получится вместо разложения плю, получится разложение какой-нибудь плюк, где матрицы P и Q – это матрицы перестановки. Вот. И это будет Full Pivoting. Он чуть-чуть более вычислительно трудоемкий. Он требует каждый раз рассматривать все элементы оставшейся матрицы и дает, наверное, сложность еще там кубить. Какой-то оттен в кубе добавляется на вот эту всю деятельность. Его обычно не реализуют. Несмотря на то, что, например, в том случае, который мы только что рассмотрели, вот этот пример матрицы патологической, в общем-то, он его полечит. Можно проверить, что в случае Full Pivoting такой ерунды не будет. И здесь будет... Вот в случае Full Pivoting я напишу оценку для... Не, я даже напишу, чему равно. UC равно 2. Можете проверить, что в случае Full Pivoting если все... Ну, если вы делаете леру разложения и используете Full Pivoting для вот этой матрицы, то получится максимальный элемент по модуле равен 2. Вот вместо 2 в степени на минус 1. То есть это гораздо лучше здесь получается. Так. Как вычислять Q? Хороший вопрос. Я думаю, что да, что там оно все более-менее симметрично должно двигаться в правильную сторону. Но сейчас деталь не готова даваться. Скорее всего, да, там получится все должно получиться аналогично, но зуб не дам. Знаю, что получается. Что вот плюк такой получится. Вот. Ну, с Full Pivoting вообще забавно. То есть была какое-то время даже гипотеза, что вот это вот отношение, которое мы сейчас испортили для partial pivoting. То есть рост элементов матрицы U по сравнению с элементами матрицы A не может быть больше, чем N. Это вообще была гипотеза. Долгое время люди бились, не могли доказать или опровергнуть. Потом провергли. Теперь гипотеза, что тут вот N. Но не доказать мне правиль не умеют. Есть какая-то оценка. То есть лучше известная оценка даже для Full Pivoting, она все равно экспоненциальная. То есть теоретически даже Full Pivoting непонятно, насколько хорош. Но на практике оказывается, что он даже и не нужен. Что partial pivoting частично хватает с головой для практических применений. Например, вам N.P.L.E.N.A.L.C. L.U., насколько я помню, возвращает как раз-таки матрицы P.L.U. То есть он применяет partial pivoting. Матрицу Full он вам не сделает даже опции. Поэтому для всех практических целей, по всей видимости, хватает partial pivoting. Про Full я рассказал так для интереса. Если вдруг увидели вот такую страшную матрицу для вас или кто-то изготовил, то надо делать что-то более хитрое, чем partial pivoting. Вот. Такие дела. Так, ну и самое интересное, анализ ошибок. А, бывает такое, что partial... Не, partial не может испортить ничего для... То есть это строго лучше всегда, чем без pivoting. Например, можно проверить, что в случае partial pivoting у вас на самом деле все элементы матрицы L не превзойдут единицу, как минимум. Такое-то довольно приятное свойство. То есть расти могут только элементы матрицы U. Ну, вообще говоря, делить на числа больше единицы всегда приятно. У вас ошибка всегда от этого не сильно вырастет. Поэтому нет, pivoting всегда надо применять. Ну, по крайней мере, неизвестно примеры, когда он бы что-то испортил. Наверное, даже можно строго показать, что ошибка округления не будет больше в случае pivoting, чем без него. Но опять же, зуб не дам. Сложные вопросы задаете. Так. Успеем ли мы обратный анализ? Что-то мы, кажется, не успеем обратный анализ. Печально. Давайте поговорим. По крайней мере, обсудим обратный анализ. Во-первых, Максим на лекции выписывал, по-моему, без доказательства такое утверждение, что ошибка А- ну, если алгоритм вычислен на компьютере с ошибками округления, давший вам L и U с волной, значит, не превосходит ошибка. Здесь модули поэлементные и неравенство поэлементные. Вот, пожалуйста, в случае, возможно, ближайшую лекцию там или... Короче, ладно. Сейчас модули означают поэлементное взятие модулей, неравенство означает поэлементное неравенство. Хоть это немножко путает, но это так. Так вот, Максим написал такую оценку, которая говорит, которая становится очень плохой, когда у вас элементы матрицы U, например, растут. Вот как мы только что рассматривали, у нас элементы матрицы U огромные, поэтому оценка смысла мало имеет. Вот, хоть она на практике и не достигается, но вот в теории она... Получается, если тут написать два степня на минус один, все будет плохо. Если у вас элементы L и U не выросли реально, то и ошибка вычисления приближенного L и U разложения, то есть со всеми ошибками округления, будет не сильно большой. Вот. Но о чем я хотел рассказать. Помните, что такое прямой анализ ошибок и обратный? Прямой анализ ошибок – это когда вы сравниваете истинное значение функции с, простите, с вычисленным значением функции. То есть F – это задача, которую он требовался решить, F – это алгоритм, например, отработавший на компьютере. И вы сравниваете вот эту разность с чем-нибудь, с каким-то маленьким числом. Это прямой анализ и так, прямой анализ. А есть обратный анализ, когда вы говорите, что у меня значит, мой алгоритм вычислил точный ответ, но на немножко другую задачу для немножко других исходных данных. Но при этом сами эти другие исходные данные не сильно отличались от реальных исходных данных. Формулировка чуть более хитрая. Обратный анализ. Но на практике оказывается, что доказывать часто проще. Именно утверждение связанное с обратным анализом ошибок. Как вы думаете, какой анализ был проведен вот в этой теореме, о которой я говорил, теореме о округленном или о разложении? Прямой или обратный? Обратный, наверное. Да. Несмотря на то, что запись похожа на прямой, на самом деле вы правы вас не провести. Это действительно обратный анализ. Почему так? Смотрите. Наша задача в данном случае это получить матрицу и вернуть пару L, U. Вернуть кортеж. Поэтому неравенство, которое здесь у нас тут записано, вот это вот, на самом деле неравенство для аргументов. То есть для X, то, что у нас называлось вот в этих определениях, у нас называлось X. То есть у нас есть здесь запись A минус A с волной превосходит чего-то. При этом вторую часть, самую важную, обычно вот в таких теоремах не пишут, а именно то, что оказывается F с волной от A равняется F от A с волной. Это такая неочевидная часть, давайте проверим. Смотрите, F от A с волной это... Что такое A с волной? A с волной это я просто обозначил L с волной на U с волной. F от A с волной это истинное L-у разложение для матрицы А с волной. Чему оно равно? Истинное L-у разложение для матрицы А с волной. Ну, видимо, L с волной на U с волной. Да, все верно. Да, потому что L-у разложение единственное для невыженых матриц. Поэтому действительно это L с волной на U с волной. А с другой стороны L с волной это как раз таки то, что вычислил наш алгоритм F с волной для матрицы A исходной. Поэтому действительно ответы в смысле значения решения решения задачи для A с волной истинное совпало с вычисленным решением для A. Поэтому здесь есть равенство. И вот в формулировке теоремы об этом ничего не написано. Написана только оценка на A минус A с волной. И приходится остальное вычисляет самому. Поэтому действительно это обратный анализ. Как ни странно. Как ни странно, но это действительно обратный анализ. Вот. Так что это надо учиться видеть. Как оно выглядит. Это был обратный анализ. Ну вот и чего мы не успели. Мы не успели сделать обратный анализ для вот такой задачи. Задача выглядит как U на X равно B. U и B даны, X надо вычислить. Причем U это верхняя треугольная матрица. Вот. То есть это такая задача, которая принимает U и B и возвращает X. Решение этой задачи. Ну, считаем, что U не вырожденная. как бы выглядела бы теорема, если бы мы ее успели доказать. И к чему вообще надо стремиться, если вы хотите построить обратный анализ, например, для вот такой задачи. Кстати, задача такая очень важная, потому что когда вы сделали L-разложение, вам нужно еще решить систему. Решение системы вам нужно решить одну систему с треугольной матрицей и вторую систему с треугольной матрицей. Поэтому помимо вычисления L-разложения, помимо вычисления L-разложения, нам нужно еще уметь помимо вот этой теоремы о ошибке вычисления L-разложения, нам нужна еще ошибка вычисления ответа. Тогда у нас получится в итоге, если мы это все объединим, получится реальная ошибка решения исходной системы. Мы утверждаем, что мы можем явно решение выписать. Мы можем выписать явно решение, если бы выписывали, мы бы действительно заметили, что решать систему с треугольной матрицей очень легко. Это ANN на XN равно BN, то есть последний X мы сразу вычисляем, ну а все остальные мы бы вычислили как там X это было бы 1 на A и и и и минус какая-то там сумма по G от и плюс 1 до N A и T на X J ну как-то вот алгоритм так и выглядит. Да, решение о треугольной матрице действительно. Но смотрите, мы хотим обратный анализ, поэтому нам не нужна разность X и X с волной. Дело в том, что нам так краски нужна разность U и U с волной. Мы бы хотели оценить и B и B с волной. А для X нам нужно кое-что другое. Смотрите, опять же, обратный анализ. То есть нам нужны аргументы приблизить друг к другу, а для X нам нужно было бы вот такое равенство соблюсти, что реальное решение задачи U с волной и B с волной равно вычисленному решению для исходных аргументов. Но вычисленное решение для исходных аргументов, если мы обзовем X с волной, это вычисленный X, то запись вот эта, что F от U с волной и B с волной равна X с волной означает, что U с волной на X с волной равно B с волной. Итого, наша теорема об обратном анализе ошибок вычисления решения треугольной системы выглядело бы вот так. Смотрите. Что вычисленное решение X с волной удовлетворяет системе U с волной на X с волной равно B с волной, где U с волной не сильно отличается от U и B с волной не сильно отличается от B. Вот так выглядел обратный анализ ошибок. Чтобы его по-честному проделать, нам надо было бы выписать все сначала XN с волной равно чему-то, потом XN минус 1 с волной равно чему-то и так далее. Получить выражение для X с волнами и преобразовать вот это полученное выражение из этого алгоритма, о котором мы говорили. Алгоритм понятен, обратный ход Гауссов исключения. Из всех выражений для X с волной получить с помощью преобразования прийти к такой системе, где U с волной на X волной равно B с волной. У нас получился бы обратный анализ ошибок. Но мы, к сожалению, не успели. Ничего страшного. Идейно, главное, помните, как отличать обратный от прямого анализа. Все, наверное. Можно задавать вопросы, можно разбегаться. Всем спасибо за внимание. А в X N с волной что мы подставим в качестве B с волнами будем подставлять? Мы подставляем то, что у нас из основной арифметики машины. То есть, у нас X с волной, это BN на ANN, но так как здесь было деление, у нас появился 1 плюс эпсилон. А, все, понятно. Здесь куча B эпсилонов были, здесь были 1 плюс эпсилон еще в каких-то степенях. И если бы мы это все дело преобразовали, аккуратно раскрыли скобки, то у нас получилось бы выражение вида U с волной на X волной равно В итоге мы хотели бы сказать, что U и U с волной не сильно отличаются на 17 чем-то. Да, у нас бы получилось что-то типа, что U и U с волной не превосходят типа наверное N эпсилон на U плюс U от эпсилона в квадрате. Вот что-то такое мне кажется у нас получилось бы. То есть относительная ошибка не сильно больше чем эпсилон. Ну и про B тоже самое мне кажется получилось бы. Если мне не изменяет память, то итоговая оценка выглядит вот так. Тоговая теорема. Вот так вот. Вот в общем случае решение задачи обратного поиска ошибок анализа у нас же не всегда так получится, что найдутся такие U-s волной результатов неизвест которые автоматически дают такие теоремы. Но обычно понятно как-то преобразовать. Потому что во всех аэроптических выражениях получаются вот такие штуки виды 1 плюс эпсилон степень S. Они раскрываются условно как 1 плюс S на эпсилон плюс от эпсилон в квадрате. А дальше у вас все обратно растаскивается дальше все выражения и приводится к исходному виду U на X равно B. Ну, в данном случае. Не всегда получается, но я не помню такого, чтобы ну, прям наверное, вы правы, что для каких-то задач сложно придумать, но может быть это у нас ошибка выжившего, что мы рассказываем те, о которых все получилось. Не могу дать общего ответа. Может быть где-то не получается. Но по крайней мере насколько полезен обратный анализ ошибок? Насколько все полезен? Да. Ну, вообще полезен. То есть, когда вы написали алгоритм какой-то на компьютере, на каких-то примерах посчитали, то вы на самом деле не можете знать, насколько он хорошо будет работать в общем случае. Можно ли в марсоход какой-нибудь ходить, такой алгоритм. А если вы доказали, что у вас точно ошибки не превосходят вот такого уровня и у вас уровень устраивает зашив спецификацию, то вы можете такой алгоритм спокойно на марс отправлять. Как-то так. То есть, в целом важно. Я имею в виду, что прямой понятно, насколько полезен, насколько мы ошиблись в вычисленном ответе. обратной обратной это похоже на что-то типа давайте возьмем и подгоним наши исходные параметры задачи, так, чтобы наш ответ куда-то подошел. И это довольно странно, мне кажется. Смотрите, здесь есть такая штука, что если у вас Максим, по-моему, в достаточно общем случае рассказывал, что там обратная ошибка связана с прямой через обусловленную задачу. То есть, если у вас обусловленная задача плохая, то вы в целом ее не можете рассчитывать, решить хоть каким угодно алгоритмом. Потому что у вас допустим тот же ровер, он там физически измерил какие-то величины и эти измерения уже с ошибкой. И поэтому если у вас задача плохо обусловлена, то из-за вот этой ошибки в измерениях он уже может улететь куда-то в неправильный ответ. Если у вас задача исходная плохая, то вы не можете в принципе ее рассчитывать решить хорошо. Поэтому в каком-то смысле вы правы, что вам нужно же решить задачу с какой-то точностью. Но обратный анализ он просто технически более он тесно связан. То есть опять же если у вас задача хорошая, то прямая ошибка из обратной получается. Просто обратный анализ он обычно технически более простой оказывается, как ни странно, чем прямой. Как-то так. Понятно, спасибо. его можно чинить, например. То есть у вас есть обратный анализ для одной подзадачи и для второй, то он хорошо чиниться. Именно для одной части алгоритма. Если алгоритм состоит из нескольких частей, и если обратный анализ для каждой части, то оно все хорошо чиниться. Прямой анализ сложнее в таких случаях чинить, потому что прямой анализ на практике получается, что сложнее чинить. Если попробуете, например, я не помню, у вас будут домашки, возможно, надо будет чинить этот результат с LU и с решением треугольной системы. Посмотрите, насколько просто или сложно вот, как-то так. Такая мотивация. Но это не строго все, конечно. Сейчас, знак модуля у нас тут, это матрица из... Каждый элемент в модуле берется, да? Да-да-да. Во всей этой семинаре и лекции это так. И неравенство тоже поэлементное. А, неравенство поэлементное, все окей. Все. А вы первой группе сможете слайды прислать? Да-да, я, Яроша, либо через Максима, либо сам скину. Спасибо. До свидания. Счастливо, спасибо. До свидания. Продолжение следует... Приятного аппетита.